нет я просто на что ты готов потратить кучу денег не задумываюсь на сына чем занимаешься свободное время свободное время не так уж много поэтому отдыхаю обычно смотрю фильмы могу выйти на прогулку с друзьями но в основном уделяем себе короче помнишь свою самую заветную детскую мечту я ее уже осуществил хотел играть в основной команде лучшей стране все можешь проигрывать смелость как создаешь себе новогоднюю атмосферу ну начнем с того что новый год это ну как бы семейный праздник и я обычно провожу его семьей поэтому когда я приезжаю уже в принципе все готово я как на это не ничем не занимаюсь толком вот ну приезжаю уже все елка там стоит подарки готовы праздничный ужин вот поэтому вот так самый важный совет в быту я этим не занимаюсь все решает жена кем бы ты стал если не посвятил свою жизнь баскетболу тоже трудный вопрос так как я шести лет занимаюсь баскетболом не стесняйся можешь смело меня говорить но если брать вот игроков именно м2 то карьеринг короче я знаю что скажет женя но нет мне не очень нравится игрок вот ну да мне нравится кроссоверы карьеринг и нравится его игра а если брать из европейских каких-нибудь разыгрывающих в прошлом году очень нравился кевин пангас но но он же тоже уехал очень нравится своим видением площадке организации игры один раз сыграл против него в минске на минске арене ну да ну волнение обычно только перед игрой поэтому как только я выхожу сразу забывали стараюсь концентрироваться только на себе и стараюсь сделать все что от меня зависит какие рекомендации ты бы дал начинающим спортсменам в первую очередь наверно верить себя что у тебя все получится вот но и трудолюбие каждый из нас кому-то по жизни очень благодарен кто-то родителям кто-то другу если человек который серьезно помог тебе трудную минуту вот общая семья наверное это самое главное моя опора поддержка это вообще они ну всегда в меня верят несмотря ни на что до в трудную минуту сложно кого-то одного выделить понимаете каждый раз ну возможно друг поддержит возможно родные и близкие но наверное я ну выделю все-таки семью потому что во первых мой папа тренер все время мне что-то советует подсказывает что сделал плохо что сделал хорошо поэтому в трудную минуту я всегда могу обратиться к к ним и знаю что они всегда мне помогут какой отдых больше нравится активный или релакс наверное все таки релакс потому что наша работа связана и так с физической с физической нагрузкой поэтому время на активный отдых там я не знаю поход в горы или что меня совсем не очень манит поэтому я наверное предпочту полежать на пляже где-нибудь или просто именно отдохнуть и физически и психологически потому что но опять же это связано с нашей профессии еще никогда не выйдешь на улицу без отеля как ты любил проводить время в детстве что делал в детстве я наверно просто выходил на улицу и пропадал везде никогда не сидел дома ну я был очень таким энергичным ребенком и всегда проводил время вот со своими ровесниками где-то там катался на велике там прятки в догонялки вот эти все игры это пропадали с утра до позднего вечера пока уже там мама не позовет домой у меня вопрос влияет ли баскетбол на личную семейную жизнь каким образом был такой вот недавно момент это в сборной было когда сына было например 4 или 3 месяца и мы поехали на целый месяц в Латвию играть я его целый месяц не видел и когда ты приехал он уже стал таким большим я просто был в шоке и понял что дальние вот эти расставания это очень сказывается конечно у меня крайне менее вот поэтому всегда хочется побыть побольше дома поэтому сказывается очень сильно как ты пришел в баскетбол? ну я уже об этом говорил сегодня мой папа тренер он мой первый тренер вот и однажды я просто решил прийти ну он там тренировал детей и я просто пришел на тренировку посмотреть вот и ну там была эта история что я пришел бросил по кольцу забил мне понравилось и после этого меня баскетбол настолько вдохновил что вот по сей день пока с ним не расставался вот хороший ты бы хотел чтобы твои дети тоже посвятили свою жизнь профессиональному спорту ну я бы в первую очередь хотел чтобы мои дети росли здоровыми это ну это прежде всего потому что как ни крути без здоровья никак вот а я думаю что пускай они сами выбирают свой путь в жизни если это будет спорт да я буду рад и буду всячески их пытаться поддерживать в этом если нет то тоже я никак не буду вот если я баскетболист и там обязательно должен быть баскетболистом нет такого я думаю что не будет поэтому что они выберут я буду я приму это и все и будем жить дальше вспомни смешной момент с тренировки наверное это было в сборной когда мы стояли в две колонны и у каждого был по фитболу помнишь и когда надо было пробежать пробежать и ну вернуться от этих мячей бросает каждый и помню пашка бэн получается просто тут со всей скоростью пробежал и наверное каждый попал в него там еще да там почему только не спадал как предпочитаешь проводить праздники в семейном кругу или большой компании ну наверное я если и бываю дома это только по праздникам поэтому наверное я предпочту все-таки я и так семей очень редко вижу поэтому я предпочел бы отметить это больше в семейном кругу а с друзьями я и так могу встретиться поэтому в семейном кругу да спасибо спасибо Друзья почему я такой ребят проиграл?